В клубе творчества Fallout 4 очередное обновление. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт, давайте посмотрим. Кстати, друзья, у меня есть первая часть по Fallout 4, обзор всех, всех модификаций клуба творчества, которые были ранее. Зайдите, зацените, ссылочка внизу. Ну что, друзья, сейчас мы посмотрим на окраску силовой брони, водный камуфляж и окраска пип-боя. Между прочим, эти модификации сейчас отдаются бесплатно. Зайди и забери. И вот так вот, вот так вот выглядит покраска. Новая покраска. Водная. Водный камуфляж. Между прочим, если вы прокачаете, покрасите все элементы брони, то вы становитесь незаметней. Не, ну сейчас у меня просто перк сработал. Ха-ха. И, друзья. И пип-бой. Новая. Бесплатная. Сейчас бесплатная. Покраска пип-боя. Вот такая вот. Синенькая. С такой вот защитой. Водный. Защитный камуфляж. Набор для мастерской аркада, друзья. Здесь добавляются новые постеры. Ну и самые классные это старенькие, старенькие игровые автоматы. Как же круто, что материалы для строительства все обновляют, добавляют, добавляют. Вы представляете, что через год будет? Господи, да тут можно просто все обустроить. Все застроить и будет очень круто. Я, кстати, поставил все автоматы. Ну, они повторяются, только, видите, цвет. Цвет меняется. Также вот такие вот постеры. Я все не расставил. Еще есть вот такое вот освещение. Видите? Класс. Я просто не подключил, но я думаю, вы поняли. Новые люстры, новые потолки, новый пол. И, конечно же, игры. Игры, 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 где вы можете с удовольствием поиграть в вашу любимую аркаду. Я не знаю, я люблю эту. Невероятно крутой набор Джо с локом. Друзья, добавляется вот такое вот няшечки. Новая броня, раскраска. Также вкусности, друзья. Сейчас будет крутая пасхалка по Скайриму. Вы сможете сделать вот такое вот все. Вау. Давайте посмотрим поближе. У нас наборы новой одежды. И вот, друзья, вы сможете построить собственное кафе. Подключить его. Также вот такие вот няшные брони. Я не знаю, но это реально для девочек. Для девочек. Потому что я знаю Fallout 4. Также играют девочки. И им очень няшно будут бегать в такой броне. А вот для пацанов. Это также на любителя. Круто, круто, что добавилось новое. И вот, друзья. Вы, конечно, можете построить свое. Разместить. Я постарался построить максимально все, чтобы вам показать. Вот такие вот столики разного цвета. Пончики. Господи. Какие же они крутые. Также вы сможете сюда направить ваших поселенцев. Они будут продавать. И еще, друзья. Смотрите. Вы сможете себе варить кофе. Который будет добавлять кое-какие преимущества. Один к выносливости, один к силе на 4 минуты. Неплохо. Очень неплохо. Очень круто. Особенно, если вы играете на выживание. Ну, а, друзья. Смотрите. Тут же также можно делать пончики. Пончики, черт подери. Очень вкусные. Очень обалденные пончики. Ну, еще, друзья. Классический сладкий рулет. Да. Давайте сделаем. И еще кое-какие пончики сделаем. Восстанавливает здоровье. Повышает сопротивленность радиации. Один к харизме. О, класс. Блин. Не, ну, я очень-очень был удивлен сладкому рулету. Помощь. Где он? Давайте посмотрим пончик. Ну, выглядит все очень качественно. Очень круто. Очень вкусненько. И, друзья. Черт подери. Сладкий. Тот самый сладкий рулет со Скайрима. Черт. Стес. Как мне нравится, что такое вот добавляют. Ну, понимаете. Это круто. Это очень круто, что на самом деле это просто сладкий рулет. Ну, черт. Это ж тот самый сладкий рулет со Скайрима. Зелдер Скроулс. Плюс пять к урону в ближнем бою. Неплохо. Очень неплохо. И я тебя съем. Класс. Вот, друзья. Вот. Так что приобретайте. Стройте. Также тут набор. Пол. Потолок. Стены. Они разные. Можете построить. Там... А, еще дверь, которая сама закрывается. Кстати, я на новизне поставлю себе в убежище. Очень классно. Очень круто, друзья. Так что... Пробуйте. Тоннельные змеи рулят. Невероятно крутое дополнение. Даже с маленьким-маленьким квестом, что включает в себя новые куртки и классический 10-мм пистолет. Ну, еще одну няшечку, друзья. Также мы сейчас вместе с вами пройдем этот уровень. Найти источник слабого радиосигнала. У нас добавляется маленький квест. И этот источник у нас недалеко от 81-го убежища. Я думаю, вы помните ту станцию метро. Заходим сюда. Так. Я помню, ее зачищал, но тут ничего особенного не было. Так. Животные. Гори-гори. Ясно, маленький гнойный дутень. Оу. Радиоактивный. Гюнгился. Черт, как у нас быстро закончилось. Топливо. Да, друзья. И вот нам сюда. И двигаемся дальше. Так, тут у нас, как сюда, заброшенное метро. Давайте, наверное, включу освещение. Ага. Приветик. И тебе здрасте. А куда тут? Вау. Цепочка. Я понял, что... Оттуда, скорее всего, мы выйдем. Опять таракашки. Чест. Страшная смерть для таракана. Это дробовик. Вау. Привет. Вау. Да тут вас нормально, смотрю. Так. Малыш. Черт. 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 Велом набитим по ногам. Как-то странно. Вау. Так. И началась драка. По ногам, по ногам, по ногам. Вот бегущий. Рож. Заряжай, дорогой. Блин, это так долго. Есть. Так что этот таракан, по-моему, побежал на меня. Да. Вау. Малыш, отдыхай. Черт. Отлично. Отлично. Ну что, друзья. И вот. Вот нас встречает классический 10-миллиметровый пистолет, который новый. Добавлен именно таким модом. И, друзья, как раз-то одежда туннельных змеев. А ну-ка, 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 ну-ка. Давайте примерим. Сначала давайте посмотрим оружие. Угу. Вот он. Вот он. Вот он. Новенький. Новенький. Красивенький. Классический, друзья. Не, ну. Сделанный. Очень качественно. Кстати, его можно нехило так улучшить. И улучшение я вам покажу чуть-чуть позже. Классно, классно, классно сделано. Очень качественно. Даже дуло. Обратите внимание, как дуло. На фоне мой сынок Ванюша. Ему годик-то, что для ребят, которые будут спрашивать. Вот костюм тоннельных змеев. Вот так он выглядит, но не видно, что он сопротивление яду. 30% неплохое такое сопротивление ядам. И мы, друзья, его оденем и посмотрим. Вот так вот. Вот так вот он выглядит, друзья. Вау, мне очень напоминает куртку атомных котов. Очень. Возьму. Вау. Вау, 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 вау. Вау, манекен. Господи, вы посмотрите. С вилкой, с ножом. Дерзкий какой, а. И вот он. Вот, друзья. Тот самый, тот самый, кто нам нужен. Я, наверное, возьму большую пушку. Ребят, привет. Да начнется праздник. Да начнется праздник. О да, детишки. О да, поехали. Черт. Большая пушка. Вау. Да, только два заряда. Два заряда, черт подери. Умираем. Вау, тут легендарный. Нифига себе, они тут хорошенькие. Толстячок, светящийся. Ого. Крит. Прощай, нога. И вот, друзья, вот. Тот самый, самый ценный приз. Ультиматум. Классический 10-миллиметровый пистолет. Только, друзья. Плюс 100 дополнительного урона от радиации. И после полной прокачки, друзья, он наносит 140 урона и 100 радиоактивного. Вау. Вау, 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 вау. Смотрится очень красиво. Конечно, вы можете улучшить так, как вы хотите, но я улучшил по максимуму. Там, конечно, модификации можно поставить разные. Или на скорость, или на мощность. Вы уже смотрите сами. По-моему, где-то здесь, где-то здесь был говоть смерти. О, да. О, да, малыш. Малыш, малыш. Легендарный. Всего лишь навсего. Ну, что ж, давайте будем пробовать стрелять ему в голову. Радиация, по-моему, у него не работает, да? Я просто не помню. На таких, на мутантов не работает дополнительный урон с радиацией. Но, по-моему, и так мы справились. Неплохо. Сложность высокая. Высокая-высокая, друзья. Хм. Что-то повторяется. Ну, друзья, на этом я и буду заканчивать. Всем огромное спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. И вы всегда узнаете, что там новенького в клубе творчества. Ждем Скайримовскую версию. Да.